Продолжение следует... Продолжение следует... Я первый грант Организации Бедных Наций на эту работу получил в 1998 году, а второй грант в 2002 году. И я помню встречу с заместителем генерального секретаря Организации Бедных Наций Клаус Тофер, он до этого был министром инфраструктуры Германии, объединенной Германии. И мы встречались с ним в Мальмео в Швеции, где я привез одну из первых моделей струнного транспорта. И он говорит, у вас хороший проект, хорошая технология. Сейчас идет активная урбанизация. Население городов мира возрастет на где-то 3 миллиарда человек в течение 20-30 лет. И люди пойдут жить в существующие города, в Нью-Йорк, Мехико, Токио, Москву и другие города, где для них нет жилья, нет рабочих мест, для их детей нет школ, нет больниц. Но они туда полезут жить и работать. А куда? А если вот вы покажете и сделаете это, то мы будем продвигать проект. Они не реализуют, они могут только продвигать проект. Для того, чтобы в эти наши линейные города, построенные совсем в другой логике, пришли жить миллиарды человек. И вот второй шаг серьезный сделан уже в этом году. Как я сказал, мы стали экспертами и партнерами ООН по умным городам. В данном случае, читай, линейные города. Это мы можем туда через ООН провести вот свои взгляды, технологию строительства принципиально другого типа городов, где земля отдана для жизни. Растениям, цветам, садам, животным, людям. Мы часть же с земли, часть же без фермы. И надо ходить по траве, а не по асфальту. И босиком лучше всего. Чтобы дети бегали, не боялись, и родители не боялись, что их задает автомобиль. Потому что транспорт на втором уровне. И он безопасный, экологически чистый. Поэтому в следующем году уже будут серьезные подвижки в этом отношении. И у нас уже появится скоро трибуна, в том числе трибуна ООН для продвижения вот этого направления. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...